здравствуйте уважаемые друзья сегодня 17 августа 2020 года с вами я константин лифатов глядя из эквадора и вот со мной три фоша о чем я хочу сказать сегодня о том что вот вчера у нас продлили особое положение связи с к видом у нас продлевают весь этот идиотизм по поводу комендантского часа по выходным долгим долгого у нас все это ношение масок у нас ограниченное передвижение между кантонами и провинциями в общем весь этот бред который не имеет отношения никакой безопасности но очень мешает людям жить то есть опять же государство это враг человека вот ну у нас все-таки меньшие неприятности чем везде а вот в белоруссии конечно там там упырь которого который захватил власть давно который считал себя вся и всем ну такой типичный станционарный бандит возомнивший себя защитником всего и вся вот его теперь не могут скинуть не могут скинуть по простой причине по былой пассивности то есть когда там начинают говорить что пойдет по украинскому сценарию так украине части украинцев янукович не успел стать тираном он только им попытался стать его уже скинули а вот белорусы за то что они так себе выбрали такого отца батьку они сейчас и страдают за то что им было пофигу до этого времени что он убивал там бандитов лишних всяких кого считал нужным того и убивал делал все что то есть он создал им такую комфортную зону общего режима теперь в этой зоне общего режима пайка подсократилась ну и в принципе люди поменялись подросло новое поколение люди хотят свободы он же остался там в в 90-х он считает что свободу можно уступить за безопасность вот но несмотря на такой весь оптимизм который в ленте везде светятся что вот-вот он доживает последние дни по мне так это все не так вот есть пример мадуро у нас тут совсем рядом сейчас за него наверное процента два всего населения и тем не менее он держится на этих штыках и это тварь также сможет держаться на штыках долго и как бы почему нет они ему всем обязаны кроме того они уже сильно замарались замараются еще больше и будут стоять на штыках я не знаю как себя поведет путин а мне так он просто будет выжидать куда и чего как ветер подует и он в принципе договориться с кем угодно но внутрь может может кстати он его и свергнет введя войска потому что я не вижу на самом деле той силы кроме внешне кто может свергнуть его даже если будет 99 и 9 десятых населением против него вот имея блять нейтральную армию и преданных себе омоновцев он вполне может и чекистов может нагибать раком всю страну таковая таков реальный мир я и вот это для всех кто выбирает себе как бы просвещенного диктатор если вы себе поставите диктатор над собой когда-нибудь ради блага потом будет будете знать что вас будут считать овцом а про овец я уже говорил много раз овца всю жизнь волков боялась но съел ее пасту и вот так и надо мыслить в этих категориях не продавайте свою свободу ни за что белорусам что делать а мне надо рушить финансовую базу режима то есть уничтожить транзит газа нефти железные дороги разобрать нахуй чтобы режим Лукашенко удержаться не мог ну как я уже сказал у нас к сожалению в Эквадоре тоже народ такой он готов уступить свою свободу за цыпную пайку и за мнимую безопасность вот уже продлевают это чрезвычайное положение которое нахуй никому не нужно продлевают его потому что они просто не знают что делать а надо что-то делать и вот они делают эту херь вот уже объявила что следующие волны не надо бороться с ними карантином и прочее потому что это не оправдывает себя то есть мы будем получать новый но тем не менее да вот граждане уступают государству свои права и потом платят за это кровью не могут свои права назад повернуть и получить вот что сейчас в россии в россии насколько я знаю в башкирии за гору куштау это гора которая там состоит из останца из кораллового рифа древнего который стоял когда-то на уральском океане и по мне эта гора не имеет никакой особой ценности на ней не водятся никакие реликтовые животные никакие реликтовые растения на ней не растут это большой кусок просто известняка посреди степи я не вижу особо чтобы ее так защищать и в конце концов людям то по-любому нужна сода если известняк путь пустят на соду но ничего кошмарного в этом нет также можно бастовать против того что соляное озеро баскунчак разбирают на соль там тоже вот рядом горушка есть соляная богдо если ее когда-то снесут и спилят но на богдо хотя бы есть пара гнезд балобанов а на этом кыштау никакой толковой птицы не гнездится насколько я знаю и что уж так биться за нее но по-моему людям нужен повод если люди хотят сцепиться государством даже по этой мелочи пусть сцепляются если бы это кыштау принадлежала какому-то частному собственнику он бы сам бы решал что с ним делать но поскольку с этим кораллом древним с рифом коралла я это кыштау один раз проезжая мимо 10 километров так себя таких останцов полно чтобы за них так переживать но видимо людей достал ладно у меня сегодня довольно так сумбурно вышло я к сожалению болею и вот вышел прогуляться с ребенком и собакой но давно ничего не размещал и решил выспасаться спасибо всем кто посмотрел удачи вам